Сегодня у нас 16 мая, мы приехали из Барнаула 2015 год, потому что 24 года назад отец Аким сюда приехал в мае. И вот так уже постановили, 14 мая, день гилья, или первое же воскресенье после 14, но нынче попадает на 17. И вот тут бобры появились, вот мы обошли вокруг, это их хатка, хатка, тут еще не нынче, видите как он камышами все это обстроил, уже видели его засняли, я думаю он попал сюда, когда вода маленько текла, иначе вот нет, вот лутки летят где большие, тут так много, мы запрещаем стрелять, у нас не стреляют, не ловят, ничего нет, это надо заповедной зоной сделать, но это надо долго хлопотать об этом, чтобы не стрелять. Ну, надо просто стоять, и стрелять запрещается. Ну, пойдем дальше, вот это камыш, вот, вода, это наш пруд, где у нас будет крещение, крещение, вот здесь вот, в этом пролете хорошо видать будет, вон там скамейки, там люди будут сидеть, и там крещение. Ну, нынче воды больше, и так, видимо, придется сделать, сходить туда, вон там видно, где в воде будет батюшка, и люди будут сходить. Нынче это будет 12 июля, как раз в день Петра и Павла, воскресенье после 7 числа, всегда первое воскресенье, если 7 не попадает на воскресенье. Вот мы пошли дальше, с этой стороны идем, это полуостров, вот так, покажи, проведи по окрестностю, видно, чтобы вот отсюда, поднимите, повыше, вот сюда. Вот, видите, как вот идет, дальше идет, и вот это вот полуостров такой, ну, а вот это вот, дальше, видать, дом батюшки, подходи сюда, вот, и вот отсюда, наверное, тебе видно будет, вот сюда, подойди правее, купол храма, видать, нет? Да, видно. Вот, мы думали сначала храм строить здесь, на полуострове, но все, жизнь показала по-другому. Вот здесь, Игнатьевич, вот-вот у него хатка. Вот, подожди, сюда, где у него? Вот-вот-вот, вот-вот, вот-вот. А я что-то не увидел, вот-вот-вот подошел и не увидел, где именно? Вот, где коряга. Где коряга? Ну, тут ничего не нету. Нет. Это у него просто охота здесь. Значит, туда надо напилить ему деревья, деревья далеко от него привезти и свежую работу ему дать. Напилить надо просто, отнести. Ну, леска на себе пока можно принести, там, расчищать дорогу. Больше метра здесь второй пруд, больше метра свободный. И не задерживает воду, вода уходит. И объяснений никакого нет. А надо наращивать. Кого наращивать, когда больше метра свободно? Свободно. Вода не дошла до верху. Ну, то есть, наше небрежение еще тут большую роль играет. Могли бы это сделать, там трут бы больше, и рыба бы не замерзала. Ну, нынче хотели достать ротана. А ротан, он замерзает, как лягушка, а потом оттаивает. И редкая такая рыба. Ну, где ротан, там другой рыбы нет. Он все пожирает. Ну, и у него интересная там структура тела такая. От ребер не отстает. Нынче у нас привозил отец Павел. Скажет, нет, или Николайка. Вот, этот напротив нашего пирса, это батюшкин. Он делает себе здесь купаться. У него здесь раздевалка отдельно, он делает. Видишь, как он, ну, все, нынче переделывать надо. Тут без работы сидеть не будешь. А там наш лагерный огородчик. Вот нынче делали, столбы упали. Ставят столбы и не мажут даже их отработкой. Почему нет? Да вот там сделали, неправильно опрокинули. А почему опрокинули? Ну, вся наша эта безалаберность. Опрокинули. Так, ну, сегодня опрокинул. А теперь я уже не буду опрокидывать. Но сначала надо опрокинуть. То есть первый раз мы делаем кулемы. Первая жизнь, дал бог, мы ее как попала живем. Вот была бы другая жизнь, я бы тогда ее прожил как надо. То есть у нас нет того, что делается в других странах. Англичане там. Он понимает, это единственный раз и другой возможности не будет. Не так Ла-Манш, значит, всех затопит, ничего не будет. Под Ла-Маншем прокопали, не затопило. Это не какое-то метро в Москве. Это вот черта русского человека. Его надо все время как будто пнуть, он будет делать. А еще пригрозить, я тебе, сделает, победит и Гитлер. А нет, значит, до Москвы можно в течение одного лета дойти неприятелю. Это камыш. Вот что-то сыграл, эта рыба, наверное, кругами пошло. Надо смотреть вот сейчас здесь. Это вот наша там плотина, вон видно, где пролет плотины. Когда мы делали, то приехала комиссия экологическая. Тут они всячески нас отсюда выживали. Вон он плывет. Он как раз и был, создал здесь этот. Он как раз здесь и был. Видимо, ловит рыбу. Наблюдай, где он выйдет. Его никак не надо пугать. Пошел, сколько он подвел? Он пошел, вон он вынырнул. Да, это не бобер. Это ондатор. Это ондатор. Он больше. Я думал, что это бобер. Бобры. Это единственное животное, которое так трудится, так разумно делает плотину и прочее. Это просто нет таких. Я видел, как убивают маленьких бобрят. Они на льду бьют палками. Безжалостные люди. Бобра, ну, шкура там достал. Дальше что? Моль съела. Нету ни бобра, никого нету. Вон она куда пошла. А вот ондатор здесь прогрызает плотину. Нам они не нужны здесь. Иначе вода вся уйдет отсюда. Но она нас не спрашивает. Пришла. Ондатор здесь много. Вон там тоже что-то. Не поймешь, что ты. Кулики. Вот он, кулик полетел. Захвати, увиди. Вот он. Ох, какой. Второй. Это пара куликов. Здесь уток до пяти пород разных. Мы их не трогаем. Ласточки. Море. Пойдем. Вот оно где. Тут еще нету. Хатка и вот там. У меня еще вода есть. Вот. А там, вот где, где та стоит. Там у нас была баня. И когда еще по теряпку мы тут не начинали строить, мы специально там взяли. Она там в ложбинке. Она в земле была. Из пластов земли. И закрыты. Там много было. Рядом проезжает эта трасса была с той стороны. И нас нигде не было видно. Даже рядом пастухи, чтобы нас не нашли. Все время надо было прятаться. Уезжаем. Лагерное имущество в разных местах. А тут рядом пастухи были, когда спят. Среди ночи, там часа в два. Мы все везде прятали. Делали такие схроны, как называют. Вот. Ну, а весной приедешь. Где-то сгорело. Где-то мыши поели. Но все равно мы были. Иначе бы деревне 24 года, а лагерю 43 на 20 лет раньше. 20 лет тут был пустырь. Ну, благодаря вот тому, что нас Господь хоронил здесь. Власти были против, но ничего не находили. Вот. Только лагерь приедет. Милиция приехала. Да вот тут из лагеря из какого-то. Какой лагерь? Тут лагерей нет никаких. Сбежал человек-преступник. Не у вас ли он здесь? И почему-то все преступники обязательно должны нас найти. И вот в этом укромном местечке. И мы их спрячем. И при том, это шаблонно каждый год было. Ну, мы говорим, нет у нас. Мы серьезно так разговариваем. Шутить-то как с ними можно было. И вот там видно, где выемка стоит. А там дыра, где у него. Это уже бобек. Это большая дыра у него. Видимо, у него лежбище там сделано. Ходил он. Нужно создать ему тут тишину. Никому не ходить. И разные ветлы. Ветлы моря здесь. Напилить. К нему принести рядом. Пускай он работает. Улучшает хатку. Ему улучшать ее не надо. Он сам все сделает. Этот рудяга умнейший. Вот. Вот посмотри, идем сюда. Что здесь такое? Это раньше здесь сделали селосные ямы. Ну, ямы селосные как? Башни делали. А у нас все в землю. Ну, вот вокруг эти надо было бы. Селосной ямы нет. Ну, а плоды остались. Так все и есть. Тут брошенный разъезд. И там вначале какие-то фермеры им дали. Ну, чтобы у них не воровали, они взяли экскаватором вокруг пробурили. Ну, танковый рог вокруг. Теперь ни фермеров в техниках нет. Я ходил в экологию и там говорил, это место, но они гектаров 30, наверное, отхватили. Пропащие. Засыпать надо. Никого нигде не найдут. То есть безалаберность. Я знаю, что называю имена, кто это сделал, какой трактор. Бесполезное дело. Это страна, которую никто защищать не будет. Вот эта коррупция, продажность. И куда-то еще лезут какие-то порядки кому-то давать. Вот посмотрите, какие были люди. Экскаваторов не было. А людям дали имущество, землю. И они копали друг от друга канавы были. Вот я сейчас покажу, какая канава. Лопатами. Так это прошло уже, ну, сколько там, 80 лет назад. Вот оно, я сойду. Вот, посмотри. Вот, который на верфина, лопатами кидали. Вот я, остановлюсь. Вот оно где. Так она была в два раза глубже. Канава, пройди по ней, посмотрите. Сверху там большинство. А вот это, да. Класс. Вот, братец. Вот, бачевский, огородный. Вот, какие были труженики, которые спрашивали. Канава. Канава. Ты понимаешь? Вот он, это канава, это брошенник, вот смотри, и оттуда спустя, чтобы не канава меня видна была, смотри, посмотри теперь, посмотри, какая глубина, это было все глубже на полметра, брошенника, лошади не могли пройти, а тут, ну, лошадь-то она где-то перепрыгнет, а тут она не перепрыгнет, потому что сверху оградка какая-то стояла, лошади падлись на полуострове, люди-то какие были трудолюбивые, погубили все, ну почему, ну почему, потому что Бога не искали, такую страну погубили, Россия была, где-то говорят в 30-м году, передовое государство в мире было, если бы Ленин не победил тогда, большевики, и сейчас бы было 650 миллионов русских, полмиллиарда сожрал змей Горыныч, и все еще печатает труды, везде памятник этому извергу рода человеческого, стоят, и люди как не понимают, как ошалело, идут, празднуют, день рождения, уборка мусора, а этот мусор, главное, на Красной площади убрать не могут, как Новодворская Валерия говорила, там, Горбачев, убери, этот, Зюганов, забери свою воду сушеную из мавзолея, освободите страну от этого, от этой мерзости, сожгите, распылите ее в космосе где-нибудь, чтобы ни на земле, даже пепела ему не было, большего злодея не было, Гитлер это маленький младенец, по сравнению с ним, тот своих людей не уничтожал, а это, коварством пришел, за него никто не голосовал, я-то все попутно сказать, какую страну погубили, ну, мы пришли на этот распад, пришли, ну, надо жить, вот получили это место, вот это батюшкин дом, с нуля, это у него осталось сено, столько не покормил своих овечек, овечек, худо-бедно у батюшки, до сотни, ему не надо ходить там, назначать крестики, сколько стоят, вечки, у нас продажи-то нету, а почему нету, потому что работаем, это вот песок мы навозили, куча песка, это все деньги, большие, издалека везти, километров за 30, вот, извините, вот, идем, видишь, какой склад, это Игоря Барабаша склад, склад, это вот мы думали где-то храм строить, уже все завезено было, а это вот, какая техника-то, посмотри, подойди сюда, видишь, какая красота, тут понятно, что это такое, снегоходы, а то сани рядом, на той стороне, наверное, еще снегоход, вот, что у Володи Пищикова машины нету, что удивительно, говорят, куда она делает, там это, теперь смотри, какой склад, перекрыли его железом таким, так, Игорь Барабаш, один, один, сейчас, может быть, будут у него помощники, работники, вот, дал тут одному, сколько он, 4 тонны, или сколько, гречки-то? нет, больше, 14 тонн, гречки-то, и он отказался, я не брал, теперь хотят, говорят, на детекторе лжи его проверять, вот, смотри, у него, что осталось в Игоре, ну, чтобы понятно было, я стою в мой рот, смотрите, сколько, гречки-то, гречки-то, не 2 тонны, вот, видите, как вокруг железом обтянута, сколько у него ласточек, он их всех переманил, ладно, взял, 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 поройду, вот, посмотрите, это на одном месте, вот, одно место, второе, третье, вон, сетвертое, где уже, пятое, мы, как-то, посчитали здесь, я не знаю, около 30 гнезд, но сейчас больше, это ласточки, не береговушки, у них длинные хвостики, вот, это и общие лица, у них надо все время, несколько раз он за зимой это и не терял, чтобы она не пропала, а это, правильно, наверное, я берегу на пакет, что это, сходи, сотрогать нельзя, уже, все, посмотри, сколько железа вокруг, а приехал, ничего не было, она спает, очень бездалека, везде его, ну, вручную катались, тут камень сначала водили, поэтому теперь все сухое, камень он не сосет в ладу, а вот гречка, 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 вот, видите, гречка, сколько тут каши можно наварить, вот, надо ее продать, в зиму несколько раз тут сушилку, он купил, вон, на сушильную аппарату, он говорит, часть продал гречки, еле-еле продал, ну, понятно, как, а что случится, какой голод, вон они, где ласточка, погляди, вокруг сидят, вон они, вон, сбоку прилепленная, где, вон две сидят, где, ну, все, здесь красота, а вон ласточки-то, поэтому, ну, а какая, какие столбы-то, ну, смотри, я встаю, представь, такая, это все вручную делали, когда встали, ничего не было, никакой машины, ничего, одна лошадь, все руками, вот, погляди, в такой красоте вот живем, вот так все сделано у него, вот, ну, а тут что, дробилка, доскатили, имущество, вот мы прямо вышли уже к храму, к храму вышли, это сегодня у нас 16 мая 2015 года, мы пошли в обра, посмотреть, вот, как ему помочь, ну, попутно, вот, зафи туда, вот, а здесь, посмотреть, вот, это у него заправка, горючая, приехал парень, ничего нету совершенно, учился в институте, жена у него, Елена, она, как, ну, старший учитель, так, как, вроде, заучи, потому что школа наша, филиал Корченской, все учителя до одного верующие, верующие, начинается все с молитвы, одеты по форме, девочки в платочках, вот как, это вот Игорь Барабаша, дом, сейчас мы там зайдем, маленько посмотрим, это дождик у них, это главная машина, вот, купили, сколько она тут работала, танк настоящий, вот она, видишь, как перекрыли, было шифером, а потом железом перекрыли, вот, смотри, название, потеряческая школа, вот, все забетонировано, как вокруг школы, это школы государственные, они получают деньги, зарплату учителя, все как положено, вот, сейчас мы обойдем вокруг, вот, чтобы не лезть, вот, пойдем-то туда, видишь, как-то загорожено, вот, перегородил, тут палка нету, ну, это прокопано, шланги, вот они, с проводами, качают воду, вода рядом, я взял фотоаппарат, а ничего не снял, вот, посмотрим, еще дальше, это вот, въезд по Теряевку, мы обезжали вокруг, а дорога-то хорошая, а почему мы поехали, нам не сказали, что она уже выровненная, вот она как, а мы вокруг объехали, вокруг сладбища, а нужды никакой не было, вот, вода стоит, посмотрим, там метр, больше метра там, еще свободная, там больше метра, и детки, еще больше метра, и они воду все это опять и пищили, и говорил я, бесполезное дело, вот оно так, подойдет оттуда, это все загорожено было, пробрали маленько, пропитали, вот тут много птиц, много аистов, утки, видишь как, рыбу тут завозили, покупали, ловили ее, но зимой она вымерзла, на один метр было бы больше, нормально, а тут больше метра еще плотина, и стоит с другой стороны, ну, вот, я считаю, это небрежно, вот черемах откветет, вот сколько, маленечко пройдем сюда, посмотрим, это вот Вьет Потеряевка, маленько подправили дорогу, то есть просушилась она, думали тут не проехать, вот, пожалуйста, красота какая, выпускной вечер вспоминает, как с букетом черемухи мы фотографировались в Корчино, вот интересно, в Потеряевке 4 класса, а в Корчино 7, 7, я закончил 7, надо в 8 класс, они сделали 8, при мне, я перешел в 9 класс, сделали 9 класс в Корчино, я в 10 пришел, они сделали 10, ну, скажут, ну, какое отношение, ну, интересно, еще какое, если бы это раньше было, 10 лет, когда я ходил, я бы это не говорил, а так вот, приходится сказать, вот, видишь, какие вот жерди, это мы загораживали тут, я тут один почти все это ночами подготавливали, жерди надо было найти, вон, дерево как упало, это для бобра пища, надо не нужно пилить, туда потом стаскать ему, и вот здесь еще подойди-ка, вон, види, как, это откуда вода идет, там тоже на той стороне, если по-хорошему, это деревья убрать, тут можно второе озеро сделать большое, вот, стек воды, все как положено, мы этого ничего не можем сделать, селенки маловато, вот, это вот ток, откуда вода шла, вот она, видно, промывала, хотя тут есть труба была где-то, даже не знаю, где она труба-то, все заляпали ее, она именно вот здесь была, бетонная труба, ну, завалили ее, нет, она дальше, и она была, эта труба там и осталась, нету, я думаю, что она дальше, наверное, нет? ну, дальше, да, дальше, посмотрю, где она там дальше, вон там, ну, видишь, обстановка изменилась, нижняя часть оказалась здесь, ну, тут больше метра, и все, вот, видишь, какая местность, тут красота-то неописуемая, идешь, как будто бы в саду в каком, вот оно что, ну, а где тут дальше-то? вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот это только, то что-то высоковато, видимо, здесь красота была выше, да, похоже, так, ты прав, вот она где вода текла, вот, ага, ну да, вот, отсюда зайди, даже видать, вот она, бетонная труба, а-а-а, вот она где была, вот она идет, видимо, какая-то часть уходила, и вон она таким путем пошла туда, комара много здесь, ну, а малярийного нет, клещей много, ансиполитных нету, ну, еще, ну, а дальше уже выход, это вот, дальше выход от деревьев, вот сейчас, если бы приехали люди, ну, тут можно 100 семей поселить, бери, ну, без денег делать нечего, конечно, как Ермак строился, как Хабаров, место рубили, ставили, а тут сейчас можно покупать, за 50 километров, там, ребриха, шарщина здесь рядом, там комбинаты и дерево, и кирпичный завод, все можно здесь сделать, были бы средства и желания, а это вот столбы лежат, видишь, ограда, это я огородил вокруг, потому что первый год мы не хотели, чтобы скотина туда заходила, и вокруг все, вот какие-то столбы, а их надо найти, эти столбы, то есть толстое дерево, спилить, ошкурить, высушить, выкопать ямку, а там корни где-то, рубить корни и поставить столб, вот столб, столбой третий, и сколько поставили, 500 столбов, вот прикинь, что это такое, вон они идут, видишь, как дальше загорожено, и дальше, и там заворачивается, и вокруг, все, где мы прошли, это все было загорожено, 500, 500 столбов, 500 ямок, 500 найти, их выпилить надо было, ну а как за это взялись, когда люди удивляются, да никак, просто работали, и все, днем мы идем, вот через 3 метра, сколько, через 3 метра столб, мы нащепываем, где делаем маленькую, ну маленькую ямочку, и так сделали, штук 20, а как только утром встаем, еще темно, осенью, мы идем, ногой нащепал, где эта ямка-то, и дальше копаем ее, то есть, ночь, то есть, это не ночь уже, 4 часа, это уже наша работа, 4.40 уже встали, иногда и пораньше можно встать, и поэтому что-то успеешь, а полезно, полезно, недавно встретилась у меня одна врач, очень известная такая, вот, она встретилась у меня, она давным знает меня, уже лет, наверное, 30, нет, 40 лет уже знает, то что-то вы не стареете на меня, говорит, а я еще стареть буду, я один раз состарился, и все, как только бороду не стал трогать, 24 года, вчера меня спрашивает дорогой, это, Галя, а вот как вы себя чувствуете, какой возраст, я не чувствую, то есть где там болеть, что-то я даже не считаю, а как чувствовать, я даже не знаю, ну, если так вот сказать, воображение, это лет 30 может быть, может даже 25, то есть я каждое утро, у меня планы какие-то делаю, встречаюсь, я вообще не думаю, и так где-то в полете, я как пчела, крылья износились, упал, и все, там враги клевещут, что-то, мне все это интересно, это мое, враги бы не проявили себя, не будь меня, а они враги, это чего-то я стою, если такие силы задействованы, где-то в почае, комиссия собирается, профессора, на мои книги, даже по врагам, и то интересно жить, то есть я нужный, нужный врагам моим, они на мне узнают, кто они такие есть, вот посмотри, какие железобетонные кольца, это колодцы, когда делаем, вот оно как, привезли сюда, это мои, мне привезли в лагерь, но я их не использовал все, директора заводов помогали, Баварин, там, ну, кого только не было, краевой прокурор, там, губернатор, кому не подойдешь, все помогают, вот посмотри, надпись какая, ну, найдите, где деревню такую, чтобы такая надпись была, погляди, это у нас половина храм, половина школа, а был клуб раньше, это Игорева техника, вон там, он видно, это первый домик такой был, говори, этот, у нас крещение один принимал, и вот из пластов земли сделал, сделал, зимовал здесь, он мастеровой такой был, но потом отошел, вот позже еще где, вот мы пройтись, вначале с бобров, окончили фернером, это Игорь, сын у него учится, строительный, университет, факультет, Алтайский государственный технический университет, свободное время, он летом зарабатывает, заработки хорошие, ремонтирует квартир, я как-то спросил сколько, ну тут обычно как, заработки самые низкие почти, а у них заработки в месяц до 40 тысяч, это чего-то стоит, это его гараж, а он еще не закончил, ну Марья-то закончила университет, медицинский, уже работает, все, то есть мы не подземные эти, пензенские затворники, а вот вы, понимаете, вы изоляция, как ваши дети будут жить, какой они изоляции-то, у них везде компьютеры стоят, вот, смотри какие антенны огромные стоят, это телефон такой, проводной по району, не считая мобильное, ну естественно, что интернет тут, все в доме есть, вон у него машины-то, у него 4, 4, кажется, трактора, 5 машин, еще только нету, а приехал ничего нету, еще работа, он работник, Игорь такой кормит десятки, а может сотни людей, живут скромно, у нас нигде ни грамма алкоголя нету, вообще нету, мы этого не знаем, никакого, ни пива, ничего, ни брошки, никак ничего нету, вот, завтра мы здесь будем встречать, если Господь благословит, лепископа Сергия Иванникова, Алтайского, в скором времени, он должен быть митрополитом, у нас очень хорошее отношение, вот, подойдем к батюшке ближе, видишь, батюшка насадил, дом построил, насадил деревья своей рукой, все, пожалуйста, какая красота, вон они все эти пюки, а вот где мы шли там, вон деревья, это на плотине, которое там, называем лагерный пруд, он раньше назывался Камагорих, а там Камагоровы были, видимо, запрудили, вот, сейчас мы уже идем прямо по Потеряевке, там Никиту оставили, сегодня мы поговорим с ним, как он, как россияне его приняли здесь, вчера его в ФСБ вызывали, и он говорит, я говорю, как тебя там, они это, наверное, подозревают, что ты какой-то, приехал, ну, какие-то перевороты делал, да нет, это нет, я же ему сразу проповедовать, начал говорить, и не поймешь, кто кого агитирует, от батюшка, вот у него черемуха была большая, остались одни отродки, смотри, сколько у него скворечников, на каждой почти березе, это деревня, тут живут, эти ласточки, а вот дом, Плотниковы, они уехали, Марина и Дмитрий, прекрасные люди, она гречанка, Куемщиди, уехали в Грецию, в Афинах, мы в прошлом году у них были, прекрасно приняли у нас, вместе съездили в национальную библиотеку, везде там приняли, все это в интернете стоит, вот, этот вот домик, вот это можно, вот, второй, это уехал, его перекупили мы, и тут можно, кто приезжает, можно купить, вот этот вот домик свободен, мы нынче думали, приедут у нас хорошие люди, ребятишек у них много, они нам полюбились, ну, разные обстоятельства, свой дом не могли потерять, им так неудобно, они даже не стали больше еще говорить, но мы видим прекрасные люди, любящие просто, Господа, ну, ничего не сделаешь, у жены аллергия на сельскохозяйственных, там, животных, ну, Бог бы, может быть, и убрал эту болезнь, но они сами избирают, это вот диакон, вот, сейчас диакону не служат, видишь, как, это, это не под землей, в Пензенске, еще раз пройти, пожалуйста, подведи как, а вот, где мы были, там, где, двобру ходили, вон оно, с какой стороны, вон те деревья там есть, пруд тут есть, сейчас мы здесь закончим, маленько пройдем, а здесь колодец у него здесь есть, ну, Баня он продал, надо будет построить, а это вот наша неонила живет, смотри, как цветет черемуха вокруг, какие сады, я вот это дерево-то не знал, на снимке появилось, откуда оно, оно у него и было, ты посмотри, сколько людей черемухи, в прошлом году там деревья-то стелили, а это наша, это гостиница, только неопределим, для кого, для мужчин или для женщин, у нас две гостиницы, для тех, кто приезжать будет, вот если летом будут приезжать, вот я могу принять, я лично, 70 человек, 70 человек, то есть, что значит принять, накормить, ну, в течение месяца могу их кормить, и уложить спать где, чтобы они могли спать, это приехал Алексей на машине своей, Загуляев, маленько можно подойти к ограбке, они уже здесь, они поздно встают, может быть даже не встали, вот посмотри, внимательно, види, какая машина, посмотри, как в саду у ней, ну, заходить-то уже неудобно тут, они еще отдыхают, она цветы очень любит, но она цветы и любит, она вообще прекрасная женщина, мы с ней дружим, друзья, не Анила, вот пожалуйста, а вот в прошлом году провели высокую линию, вот они вот, видишь, какие столбы поставили, в прошлом году, из-за одного человека, потому что Елена, а ей какая-то льгота, учителям дается энергия, ну, и сказали, и вдруг приехали, техника, привезли, какие столбы, погляди, провода они работали тут целую неделю, и провели к одному человеку, к одному, ну, у нас там трансформаторная бутка, оттуда, а это вот, наше называется, саманны, обложены, как там много висеремок летет, мы подбираем, потому что, деревья вот такие, и кожа, вон, вон, Игнать Хмельчук, Нина пришла, здорово, воистину воскресенье, малый барду разбил, ой, Володя, просто, ты одна? Один? Все, один, один, ты еще свободнее? Да слава богу, ого, я уже намереваюсь, как там порядок наводить, немножко навела, пошли, сегодня гостей много будет, ясно, ко мне тоже гостей придет, давай, посмотри, мы тут что-то говорили, где-то уже. Один милиционер, к сыну приехал, великий пако сидел, подполковник, ну, клеветал везде, и пришлось за клевету подать в суд, вот, он ползал, ага, и вот все, и он начал, то ли испугался, еще он, его инсульт, он умер, вот я про чем говорю, вот это мы ограду-то сделали, из этого, вот это вот, вон до того места, это надо, вывезти ее, куда неизвестно, хоть куда, хоть по середке, вот туда вот, среди деревья, потому что она вплотную к этой, такая ограда, она соседствует, не по месту. а здесь вот Алексей Устинов поселился, у него большое хозяйство развел, он там, ну, вот это надо, он сам не сделает, это надо тут разгородить, это в прошлом году, тут все это было заросшее, мы сделали, Алексей поселился, он строится, вот это вторая гостиница, где он поселился, но только не знаем, где мужскую, где женскую сделать, еще не решили, густи приезжают, по домам их разбирают, и все, вот, посмотри, как, в прошлом году, если было бы так, ничего не было, а нынче, вот, пожалуйста, у него индоутка, вон, индоутка, он ходит, индоутка, выдели ее, подойди поближе сюда, ну-ка, маленечко, можем зайти сюда, подвиди, у него, первый сын родился, в Орла, в Орла, а второй Назарий, кажется, так? не помню я, ну вот, видите, называют, по календарю, именно, писать, В Орла, ну много ли в школе В Орламов, в Волонска живут, козленок у него прыгает, кто? козленок он там, он пошли туда, посмотрим, служил в президентском полку, представьте, у нас какие ребята где, второй брат у него поселяется, вон они, козленок-то, тот служил в дивизии имени Дзержинского в Германии, то есть это нормальные, ребята образованные, любящие Господа, не пьяницы, представьте, это для России-то, разве, лишние такие люди, подойди внимательно, маленько посмотреть, он на зиму только приехал, здесь он жить-то не будет, он там дом строит, вон оно, какое чудо, вот это что такое, я называю узаконенное беззаконие, ни отка, ни индюк, ну вот сотворили такое чудо-то, и лапу у него, пойдем-ка дальше, вон-ка, там у него хозяйство развел, хозяин, хозяин, хозяева, а где, он один козленок, или кто-то еще, ооо, ой, там выглядывает еще, ооо, здорово, это племянник мой, сестра Валентина и сын, у нее шесть сыновей, и одна дочь, вот они, вот кролики, кролик отдыхает, ну мы попутно идем, решили заглянуть, давайте, давайте, заходите, ну вот видишь, раз работаю, еще-то будет, будет шерсть, козы, как в притче Соломона написано, и козы, и овны, у этого, какие овцы, не знаю, хорошие нету, заходите, а ты еще подкупишь, ладно, запускать-то нас, тихо-тихо, наоборот, сюда, ну-ка зайдем сюда, закрывайтесь, смотри, Христос, вот они как-то-то, вот мы были в Томске, значит, ты знаешь, у кого там, у Егора, ну, да, вот у Егора, может быть, что-то, породистые какие-то, тоже хорошие, види какие, чепрачные, я по-собачьей определяю, это какой пород? Чешская, Занинская, вот эта, большую сторону чешской, коричневой, с полосками, а там вот Занинская, ты думаешь, до осени тут быть? Ну, да почему нет? А сколько? Ну как, мы сюда жить приехали, или вопрос? я говорю, ну так ты же домой будешь строить, это не здесь? Ну, в сарайку только, в сарайку, а так нет, дом-то строить, часть только будем. Ты строить, с какого времени начнешь его? С июня. С июня. Березовки наготовил? Полегче здоровья-то? Нормально, слава богу. 10 литров ваши лежат, все никак передать не могу. Ну, нам не надо, я приеду, ладно, мы пошли. А скажи, сколько кленового-то? Кленового, я еще кленовый в это немножко собрали, вкусный тоже. Давай, кленовый это в Канаде, там они специально варят сиропы, там прям на улице. О да, я же что, баловной какой. Так, ну-ка давай-ка мы туда-дам, ну пойдем, выйдем оттуда. Ну вот кроликов, какие они? Сколько у тебя кроликов тут? Пять, четыре самки, один это самца отделил. Так, а где остальные? Туда сходим, в сарайки. Вон какой. Это калифорнийская порода. Калифорнийская. Ну-ка, пойдем скорее туда. Тороимся домой, завтрак надо сказать. Вот. Вот тут был один человек, который строился, стал выпивать. Два раза предупредили, потом собрание, и он продал и уехал. У нас нельзя пить. А он-то будет нарушать. А что он будет нарушать? А посмотрели мы. Ну нарушал. Кому он хуже сделал? Вот смотри, какой это. Как живой. Ты это покупал или Роман взял? Нет, это покупное. Ага, ну-ка давай еще глянем. Вот он приехал. Ну что приехал-то? Только закупил там материал, строится будет. Вон, видишь, что? Это лестница будет. О! Вот она здесь. сам сделал все. Вот они в горку сидят. А они не выпадут тут? Не, не, Закрыто? Ну-ка. Они не кусаются? Да нет. Ой. Иначе, простите. Ну-ка, ушастик, ну что такое, а? Ой. А хвостик-то какой? Ой. Ой. Задеть нельзя еще. Ну-ка давай посмотрим. Ну-ка давай. Ну и что тут у тебя? Как тут? Ой. Так. Все. Может быть взять какого-то? Ну-ка возьми. Это все его покажи. Ну-ка. Пойди за уши тащить будешь. Не за уши таскать. Вот так вот только за холком. Он лапами может сильно уколябать. Да, да. Ну-ка, носик-то у тебя какой красивый. Ой. Ой. Пожалуйста. У тебя скворечники-то тут нету? Ну как, сейчас покажу. У меня в саду было, тут когда жили, 123 скворечника. Какая интересная жизнь в деревне. Там в городе ничего этого нету. Как лев танцует, говорит, хочешь развратиться, поезжай в город. А там в прошлом году мы тут вырубили лишнее, убрали. Соплят видели? Соплят нет. он вот так вот вдоль ограды. Не успел. Ну, развернуть, чтобы коровы не заходили. Вот. А-а-а. Не заметил. А он в столб-то свободный. Ну да. Ну, еще нету ничего. Еще нету? Ну, как нету, есть, есть. Главное, ветка сделала, видеть дерево. Просто уже, уже выпарили. Вот они там уже. Когда? Значит, они не выпарили еще. Нет. Так они уже там, в эти... Малыши? Скворчат, да, малыши. Ты их видел? Малышей нет, ну, просто уже пищат там. А-а, не знаю, это очень рано. Угу. Ну, где-то около этого. Ну, пошли дальше. Вон приехала Татьяна. Давайте. С Богом. Ага. Давайте. Это новопоселенцы. Ну, он по-серьезному. Тут маленький домик уехали, приобрели, маленький, и он его сразу сломал, и на его месте большой дом, много арматуры накупил, там целая машина. Они же братовья, приезжают, друг другу помогают. Приезжать одному тут делать нечего. Одинокие здесь не приживаются. Ну, а как ему одинокому? Ничего не сделать. Во-первых, с ребятишками, чтобы были. Верующие. Пять условий, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда мы начинаем с ним разговаривать. Будет собрание, в общем, он подпишет документ. Мы имеем регистрацию в Краевой администрации, зарегистрировали наш устав. Ну, и у нас с Советом хорошее отношение. Так что, если кто-то желал бы нахально, я приеду, как цыгане. Это не получится. Это не получится. Скажут, а Конституция? Ну, кроме Конституции, есть еще и местное начальство. Есть правила. В Алтайском крае еще 390 с чем-то сел заброшенных. Пустые места берите там. Мы не для этого брали, чтобы тут приезжали люди, которые не будут устав соблюдать. Вот она приехала от нового поселенца. Она домик-то сребрела. В прошлом году там все мы здесь вырубили, все было. Ну, не успели нынче. Она что-то с машиной, она сдавала на права и какие-то у нее затруднения там были. Пошли-ка. Вот, смотри, вот этот прус мы выкопали, когда приехали. Первое, значит, вот видишь, разобрали наше, размонтировали. Мы загородили тут все, а они размонтировали. Вон он, коз повел. Спастись, что ли? Вон он погнал, Алексей, видать их. Вон они. Пойдем-ка отсюда, маленький. Вот она, загороженная. Видно, он там их пустил. А вот пруд наш. Здесь около двух метров глубины. Верхний слой плодородный в отдельную кучу. Вот она, куча, которая дальше, видать, она куча где. Плодородный слой. То есть все по закону сделали. Ну, наняли два больших бульдозера американских, там работали, они приехали сюда и выкопили этот пруд. Тут мы купались. И вот где купались, вот там на той стороне стоят большие деревья. Это мы сделали, столбы поставили для раздевалки-то. И всех столбов деревья выросли. Матушка как-то вышла, у ней семечки щелкали, и семечки попали тыкви. Она вышла, вот так вот плеснула, а к осени вся эта длинная гора тыквами усыпанная. Никто не сажал. Я два столба поставил и колокол на случай беды какой стучать в него. И это все получилось в деревья. Говорит, оглоблю посади, телега вырастет. Вон они уже, козы вышли, вон они где. Никто тут не мешает. Земли хватает. Чего ж тут не жить-то? Ты только работай. Самое главное потеряй в китцен это воспитание детей. Это как одна большая семья. Каждый живет в отдельном хозяйстве. Ничего общего нет. Общая только молитва храма. Ну и когда где-то работы большие, дорогу делать или там пруды прудить, тогда мужики собираются. Ну кто приезжает, там надо крышу укрыть. Стараемся, конечно, как-то помочь. Хотя говорим, помощи никакой нет. Вот у нее, видишь, идет колодцу. Тут жил один человек, нарушающий устав, был. И крестный ход вокруг сделали, он отсюда сразу выехал. Большую беду делал. Беззаконничал. Ну и уехал. Он не мог не уехать. Господь за нас. А этот круг вот загороженный. Если бы в Германии было, они бы один раз построили, все, а мы, видишь как, да, дорога какая. Вот. Только загородим, года два прошло, пропало, сгнило. Мы опять строим, у нас все время работа. А сразу купить бетонные столбы поставить, у нас ни средств, ничего нет. Но сила есть. Как говорят, сила есть, ума не надо. Видишь, какой пруд. Парисов, на лодке плавали. Я один раз пришел на этот пруд и говорю, доска. А вон там что за птички, Ирина Тихонович? Что за птицы, вон? Вот это вот, может быть даже сойка. Я не вижу ее плохо. Вот сейчас не могу сказать. Ну, близко к этому. Пойдем-ка дальше. Тут гнезда такие удивительные. Ну и доска. Я говорю, а что это доска? А это вот Катя Глушкова, она школьница была, ну, может быть, в шестом классе. Она плавает на ней. Ну, как на доске плавать-то? Ну и больше нет. Тут рыба уже у нас была. А я только купил доски. Там двери надо делать в лагере. Доски, ну, два с половиной сантиметра, дюймовка называется. Я тогда эти доски взял и испилил. Метра четыре, наверное, длиною. Ну, может быть, поменьше-маленько. Ну и ширина какая. И мешки, там сто сорок четыре, кажется, бутылки. Шесть мешков. Под этот плод сделал. Ну и с двойным слоем. Мы сюда приволокли и сказал, Катя старше. Сделал на нем барьер. Вот теперь Катя будет. Главное здесь, а на той стороне там принимать, там взял скамейки. Вот скажи, надо это или не надо человеку? Вот. А тут в это время сидел у меня зять, рыбачил. Ну и сестра с ним, его жена, моя родная сестра. И она говорит, вот посмотри, чем за... Это он, кажется, сказал, посмотри, чем занимается человек. Плод делает, то другое. Он сказал, а ты бы стал, я? Да никогда. Вот в этом, говорит, ваша разница. Я чего не увижу, я уже обязательно там оставлю след. А потом этот плод перетащили туда и там с велосипедом переправлялись через пруд. Вот где увидел, я обязательно в это дело вмешаюсь. Обязательно. Вот глушком живет где. Вот это вот запрода у него. Вот дети. Вот здесь вот были. Они нарушать стали устав, без платков ходить. И у нас это нельзя. Они не выскакивают нам все время сюда. Ну а что делать-то? Ну мы поговорили, я пошел к старости. Я говорю, давайте вот этот вот участок дерева, они на нем тут качели сделали, подадим подлиже. Давайте ему отдадим. Проведем официально, что эта территория принадлежит ему. И они будут без платочка, будут качать, но нарушений уже не будет. Нам надо совместить устав, и чтобы детям было хорошо. Представьте, я смотался к старости, к батюшке, все это договориться. Ну надо ли, не надо. Все-таки мы загородили, а чтобы не стукнулись, красным взял. Видите, где? Подойди поближе. О, Любонька идет. И что, готовься? С дома, 500 пошли. Свои сады. Все, обошли вопрос. Идем домой. Да, естественно. Это вот первый дом. Здесь Иосиф поселился, Густинов. Вот сейчас уже здесь, видите, уже занятый будет. Он из саманных кирпичей сделан был. Первая зимовка была здесь. Первая. И вот, когда мы только начали, 91-й год, и тут как раз это, пуч был, ГКЧП. Ну, мы знали, что люди-то тоже хотели доброе делать, ГКЧП-то. Я сказал, на этом полуострове, где мы идем, давайте построим дом приюта, который ГКЧП, старые коммунисты, которые потерпели поражение, чтобы они, у некоторых родителей, ну, родных нет никого. Давайте их там, будут собирать все люди, и будем за ними ухаживать. Ну, скажут, верующий, дурак какой-то. Ну, дурак, что сделаешь? Мне всех жалко. А если бы это были фашисты, какие-то брошенные, недобитки, все равно. Я бы их обнял, поцеловал, привел бы, они бы как христианами стали. Для меня разницы никакой нет. И когда меня судили, на меня были там показания, и Рыжков Михаил Федорович, это зам нашего директора, управляющего, и он на суде сказал, Игнатий Тихонович, никого не еще раз, со всеми беседовал, не делал разницы между нами коммунистами и другими. То есть, там, в мою пользу сыграло на суде. Я вообще различий не делаю. А он злодей. Ну, злодей, он за это ответит. Но он нуждается. И вот представьте себе, я еще самому негде жить, а я уже думал, как построить дом, приют или ДК, ГК щепистов. Это вообще. Вот найди по всей стране такого придурка. Кому? Их добивать надо, гадов. Они страну погубили. Теоретически, да. А практически надо докормить, допоить, чтобы они могли вздохнуть перед смертью и сказать, на земле жил, где добра, но не знал, где его искать. Пошел не за тем, за лысым демоном. А надо было идти за Христом. И вот мы для ребятишек маленьких, для Глушковских, все это сделали, Володя знает, загородили вот эту территорию, вот она, качели, и они здесь без платков могут, дома можно без платков, но выходить территорию улицы нельзя, на сустав. Я уставник такой, я люблю это, военная такая дисциплина, люблю, и как-то беседовал с офицерами КГБ, они говорят, а мы уж и рассуждали, вот вам бы только в наших органах работать. Я говорю, я следить-то не умею. Две минуты осталось. Две минуты осталось. Ну, пойдем. Все. Вот мы сейчас идем, два минуты надо в пройти. Мы уже израсходы, батарейки садятся. Давай быстро пройдем, бегом. Вот, забежать уже легче. А ты попутай, снимай тебя. Вот он, его. Это наша балерина. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника, трехэтажное здание. Побежали, башня. Это батюшки на обещании здесь. Ой, колени-то не сгибаются. В прошлом году здесь ежиков было много. Я этих ежиков, которые то раз давят их, я их подбирал и кормил. Молока сколько скормил. А. Мы обедаем, а они под столом лазят. А когда были суслики, так, прям в детском лагере, тоже под столом бегают суслики. Вот это, о, наша сожжа на продажу. Тут уехали. Это моя родная сестра жила здесь. Она уехала к сыновьям в Томск. У нее дети в разных местах, там почти все собрались. Вот, а Алеша, к которому сейчас заходили, он вот этот участок взял. Вот, подойдет, наскоряк. Батарейка садится. Вот. Это его отец, Лешин. А там родной брат Андрей живет. А он взял этот участок рядом. Ну, эта улица наша называется Мария Лапкина, моей матери. Мы добились, потому что она была мать героини, мать из серых детей. Жена инвалиды Великой Отечественной войны, отец. Я только сейчас узнал, он в Подъярцев, в Смоленском направлении, 7 августа авиабомбовый удар был, ему руку оторвало левую. И нас, эти детей. Вот Алеша купил этот домик здесь. Домика нету, а сарай остался. И он все здесь уже подготовил. И он будет здесь строить. Это его участок. А вот это у нас электро... как это? Санформатор. Тут преобразование энергии идет. Ну, все, Люба встретилась, это ее дом. Теперь можно идти, пока кончится. пойдем подчатываем. Продолжение следует...